Каникулярное летнее время для многих подростков – отличная возможность подработать, чтобы получить свои личные карманные деньги и больше не просить у родителей. Плюс ко всему на работе можно завести новые знакомства, набраться опыта и знаний у старших коллег. Для подростков есть много направлений. Можно попробовать себя в роли аниматоров, курьеров, официантов. Некоторым организациям требуется человек, чтобы распространять листовки, убирать территорию или присматривать за животными. Трудоустраивать несовершеннолетних работодатель обязан согласно Трудовому кодексу. Строгое правило – подростков нельзя принимать на работу с вредными или опасными условиями. Также школьникам не устанавливают испытательный срок, а на работу принимают только после предварительного медосмотра за счет работодателя. В дальнейшем медосмотр нужно проходить ежегодно до 18 лет. С подростком не заключают письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Заключать трудовой договор на выполнение легкой работы подростки могут самостоятельно с 16 лет. Трудиться можно в свободное от учебы время, а также после получения общего школьного образования. Дети с 14 лет могут пойти работать только с согласия родителей и органов опеки. В этом случае договор подписывают и взрослые. Несовершеннолетнему запрещено поднимать тяжести за пределами допустимых нагрузок при подъеме вручную. Нельзя работать сверхурочно, в выходные и праздничные дни, в ночные смены, а также отправляться в командировки. Запреты не распространяются на творческих работников и на спортсменов. Если ребенок от 14 до 16 лет не учится, то его рабочий день составляет 4-5 часов, а от 16 до 18 лет – 7 часов в день. Отдельно в Трудовом кодексе прописаны часы работы для ребят, которые совмещают учебу и работу. От 14 до 16 лет – это 2,5 часа в день, от 16 до 18 лет – 4 часа. В Сарове молодежная биржа труда тоже начала принимать заявления на трудоустройство школьников. Рабочие места предоставляют несколько организаций – ЖЭК, ДЭП, Горводоканал, Товарная база. Мы ребят направляем на работу именно в эти организации. В основном это благоустройство территорий, то есть уборка территории, кусты подрезать, траву убрать, то есть что-то вот такого плана. В заключении договоров будет на 2 недели, там с 1 по 15, допустим, число, либо потом с 16 по 30 и 31 число, и вот в 3 месяца вот такая разбивка будет по 2 недели. Для приема на работу нужно подать заявление и принести в молодежный центр пакет документов, оригинал и копию паспорта, СНИЛСА, ННН, расчетный счет Сбербанка, медицинскую справку от педиатра формы 086У, согласие родителей, для подростков 14-15 лет, согласие органов опеки и попечительства. Справки по телефону 99-112. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, Am uniqu Zwionov, На 40-100 году Светлана Ярунова,ld� В остальных сетях,